Добрый день. У меня тоже в ярмарке вышли две книги. Одна – «Коляска преданная и проданная. История дворцового заговора». Это по мотивам линдатской диссертации. Это не совсем переиздание предыдущей книги, потому что она исправленная, дополненная, немножко адаптированная, потому что сбит вот этот некий такой научный стиль. Так что, я думаю, это будет интересно. Ну и вторая книга – это вот третье издание о «Завилованных». Потому что книги уже закончились. К сожалению, в России спрос на такую литературу очень велик. И даже на тюрьме уходит такой уже мистический слух. Мне сказали, что люди, которые берут в руки, там, читают книгу «Завилованных», они вскоре оказываются в местах не стоит отдаленных. Если с космичем, то прямо накануне открывали, а потом на следующий день их принимали. О чем это говорит? О том, что общество настолько сегодня находится под днем репрессии, что многие воспринимают, ну, в предчувствии, может быть, эти книги «Завилованы». Например, это такая пособие, и эта книга становится для многих пособием, потому что они хотят получить ответы на вопросы, которые, возможно, жизнь поставит перед ними. И когда книга, вот, сколько, наверное, два или три года, два года назад вышла в свет, я говорил, что самое страшное, что, дай бог, чтобы эта книга стала настойной. И сегодня она становится, что, конечно, говорит об уровне, вообще, вот, градуса, накала репрессий без со стороны государства. Давайте теперь по вопросам. Ну, вопросы, вопросы долго, они разноплановые. Ну, давайте начнем с тематики «Замырованных». Вот сегодня молодежь по политическим заптям сидит в тюрьме с уголовниками и окажет разрушающие действия на лучших из молодого поколения. Ну, надо сказать, что существует общемировая практика, и в том числе это прописано в правилах распорядков для российских тюрьм, что рецидивисты должны сидеть с рецидивистами, а там первоходы, так называемые люди, которые первый раз оказались в тюрьме, они должны сидеть вот отдельно. Ну, такое, это правило не соблюдается, поэтому действительно у нас и политические находятся порой, видите, с матерами и уголовниками. Сказать, что это плохо, ну, нельзя, потому что каждый человек, он интересен, кем бы он ни был, с какой бы судьбой, с какой биографией. У каждого человека есть чем поучиться. Поэтому ребята, оказавшись в такой кампании, они проходят, да, очень тяжелый, но необходимый путь, получают порой практически интересные знания, которые в дальнейшем пригодятся и в политической борьбе, уже на свободе, ну, а также как-то позволят обрести этот опыт, эти общения, эти связи позволят достойно пройти вот этот тюрьмный путь. Иван Борисович, почему ваше выступление по Крымску подверглось острой политике опровержения? Вы действительно были в Крымске. Да, в Крымске я был два раза. Первый раз буквально спустя неделю после потопа. Ехал туда по двум причинам. Первая – это разобраться в причинах трагедии, понять, что происходит, потому что та прелестная картинка, которую давали на вас на реканал, она очень не соответствовала действительности. Чтобы разобраться в абсолютно противоречивой информации, нужно было ехать туда лично. А второй момент – в составе огромного количества волонтеров находился также лагерь националистов. Вообще, это удивительная вещь, от которой мы отвыкли, и которой мы уже не ожидаем, что такое может быть, когда вот трагедия, да, какой-то Крымск. Мало кто знал, где этот город, но и имеют в виду жителей Краснодарского края. Затопило. И вот люди со всех уголков России, за свои деньги, отбросив все дела, работу, беря отпуски за свой счет, за отпускные, которые откладывали на море, ехали туда и на протяжении двух месяцев находились, разгребая забалы. Ковыряясь вот в этих трупных запахах, разгребая вот этот трупный ил, многие получили заражение, многие заболели. Причем, это продолжает, продолжает работать. Это при том, что государство сейчас абсолютно умыло руки. Это я сейчас еще скажу. Поэтому, еще мы приехали, ехали поддержать своих соратников, которые по имперскими знаменами помогали людям разгребать завалы. Почему опровержение и критика? Сегодня преувеличивать или сказать информацию о трагедии Крымской, это чревато уголовными делами. И это во-первых. И во-вторых, есть большой шанс, большой риск и политической спикуляции. И здесь вот надо было соблюсти, наверное, вот эту край разумного и действительно разобраться в причинах трагедии и что там происходит. А происходит страшно. Вообще, когда происходит подобная трагедия, люди становятся ими нацами или стаями крыс. Вот в Крымске произошло и то, и другое. Люди, которые ехали помогать, поддерживать тех граждан, которые оказались в беде, ну, это, наверное, героические люди. Таких, к счастью, очень много. Причем они ехали под разными политическими знаменами, их не волновало, потому что общая беда она сплотила, она объединила. И второе, что происходило параллельно. Параллельно происходило, во-первых, Единая Россия, очень быстро сориентировавшись, они начали перехватывать всю гуманитарную помощь. Рисказали, что затопленное население может принимать гуманитарную только из рук Единой России или из рук губернатора Качкова. Вся гуманитарная поступала на склады, клеились даже наклейки, и это все шло как от Единой России. При этом Россия завалила Крым с гуманитаркой, начиная от вещей, предметов первой необходимости и заканчивая бытовой техникой. Так вот сейчас склады забиты бытовой техникой, и люди знают, где склады находятся, но пострадавшие могут получить максимум зубную пасту и туалетную бумагу. Это масштабное расхлечение гуманитарки. Это на фоне тех вообще огромных жертв, которые произошли. Здесь еще один очень достаточно страшный момент. Население Крымска, у которых затоплены дома, у которых потеряли близких, оно находится под таким прессом, оно находится в таком состоянии, наверное, страха, что люди боятся, говорят журналисты, люди боятся говорить правду, люди боятся вообще идти на какие-либо контакты, особенно врачи. Это говорит о том, что сегодня у страха нету так. И вот смотрите, официально 153 погибших. Вы не найдете ни одного человека в Краснодарском крае, который назовет цифру меньше, если это не ангажированный человек, меньше 2000. Но при этом родственники погибших, они находятся в таком вот, так придушенном власти, что нет ни одного свидетеля, который бы сказал, да, у меня там погибла там жена, мать, дети. Ни одного. И вот на крышке был отработан механизм информационной изоляции, когда о власти теперь можно скрывать любые масштабы, любые жертвы, любые масштабы, любые таргении на территории России. Что бы это ни было, стихия, целенаправленный спрос воды или, возможно, подавление какого-то визита. Всех задавили, всех запугали. И здесь, вот там, 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 там очень много жутких и нящих историй, когда там две сестры, причем это средний класс, это люди, у которых там бизнес, магазины, ларьки. И вот, да, стояло два дома. Два дома задавило, ну, слава богу, все выжились, и я большая. Две сестры, а там 20, а там 26 лет. Да, ну, в одной классной семье семья, другую нету. И вот отец получил кредит на строительство еще одного магазина, там, наверное, медрона. Трагедия начинает попадаться к ученению. Через две недели, осознав устав от унижения, устав от невозможности, да, это сделать, он вешается прямо на глазах старшей дочери. От безысходности. По городу проходила там волна самоубийц. Людям отказывают необходимо. Все, что обещал Путин, оказалось ложью и фарсом. Все вот эти миллионы погибших, да, эти миллионы, которые люди и тормали. Если человек, ему владелец, у него снесло водой, затопило зону, он не может получить деньги, если он там не прописан. Всех отправляют в суд. Люди несут в суд документы, приходят, им не дают ни расписки, ничего не приходит, через неделю говорят, дайте все ваши документы потерять. Здесь документы на суд, здесь там все справки, поэтому это имена. И все это делается уже системно. То есть людей не просто затопили, не просто потопили. Но сейчас еще вот французы забирают и все, все банки, все обещания Путина о том, что все, кредиты как-то будут, не будут расти, проценты будут до 60, 40 рублей. Вот если он сидит, это дедочка говорит, ну, у меня в месяц 30 тысяч, чтобы скорее обслуживание кредитов идет. А я не могу получить какие-то компенсации, потому что мне нужно подбуду ждать, чтобы уступить в наследство. Да, и то же самое, да. А я верну деньги, я тоже не могу, потому что на карте он сайт. Поэтому, конечно, вот эта вся... И вот эти подонки, которые все в Москве, которые ни разу не приехали, не посмотрели, они на всякий случай, чтобы еще раз ввезнуть эту власть, ввезнуть систему, говорят, что все, что это будет. Говорят о Крымске сегодня, это ложь, это слухи, до этой инсинуации. Ничего подобного. Те, кто сегодня... Ну и что, что сегодня говорится о Крымске, это лишь десятка толика того, что было на самом деле. Я думаю, это, дорогие, и я рад буду еще иметь свои последствия. Это, я говорю, отработана система, когда людей, люди в заглушенный страх, не боится не ловить, и полная изоляция от какой-нибудь птички информации. Так, давайте дальше по вопросам... Вот тут вопросы по Савелию. Давайте Савелию сейчас отложим. А как мы могли встать рядом с врагами русского народа, такими как немцов, имея в виду митинг на проспекте Сахара? Вопросы... Вот эти вопросы все в таком времени... В такой шармурировке. Почему-то никто не задает вопрос ни мне, ни себе. А почему вы терпите? Почему с вами стоят эти люди? Не вы стоите, а почему с вами стоят эти люди? Нас оберег в том, что мы якобы подсвечиваем либералов пройтись, что мы позволим им прийти к власти и помогаем им это сделать. Это вот насколько надо быть безвольным, насколько надо не иметь веры, насколько надо иметь веры в собственный народ, в собственную силу, чтобы так говорить. сегодня узкая группа людей, которые никогда не будут власти в большем стране, люди, которые знают общественное, гражданское табу, люди, которые заклинили еще там 10-20 лет назад позором, предательством и ненавистью, сегодня пытаются оседлая гражданские национальные противники. Их немного. И когда мы сегодня делаем все, чтобы идти на перехват, делаем все, чтобы перехватывать эту инициативу, нам говорят, ох, вы идете вместе с либералами. Говорится, друзей надо держать близко, врагов надо держать еще ближе. Мы идем не к либералам, мы идем к русским людям, мы идем на русские площади в русских городах. И говорить сегодня нам, что вы идете с ними вместе, это равносильно сказать, что давайте вместе подпирать кремль, а многие так и говорят. что единственная альтернатива не то, это Путин, поэтому давайте все сплотимся вокруг Путина. Вот сегодня всем надо выходить на площадь. Всем надо участвовать в наших периодах. И только тогда мы будем решать целиком и полностью, кто будет стоять рядом с нами на трибуне. Какие воздухи будут выдвигаться и куда мы все вместе пойдем. На митинги ходят далеко не либералы. Это картинка, которую нам пытаются навязать. 12 июня те, кто был, те видели, как горячо поддержали националистов, горячо поддержали наши лозунги. Обычные люди, которые пришли на митинг. Националисты оказались самой организованной силой из всех политических, которые были представлены. Именно поэтому был обеспечен легкий проход от самого конца до митинга этой трибуны и фактически митинг был контролируем. Но при этом, когда шла вся организация, участие националистов, когда удалось всем ключевым лидером сесть за круг и договориться о совместных действиях, тут же нас начали поливать грязь. Тут же на нас посыпались обвинения. Да, чем если мы идем на плюнную спину, тогда мы идем вперед. Все верно. И чем больше, скажем, русское движение будет обрастать сторонниками и силами, тем больше и сильнее пойдет подам огонь. И вот, поэтому, еще вопрос, будьте ли вы питаться с седря на ваш кивилерах кудру? Как и на всех процессных акциях. В том числе, прежде всего, конечно, на русском марш. Есть еще такое интересное мнение, да? Вот нет, митрик, для меня не интересно, но сейчас что-то серьезно начнется, я выйду. Я пойду. Вот Власть начнется меняться в стране, в каких-то образом в какой-то день. Мы выйдем и все сделаем. И ничего подобного. Чтобы выйти и что-то сделать, надо к этому быть готовыми. Надо хотя бы знать лицо тех, за кем надо идти, за кем можно идти. Надо быть самоорганизованными, надо быть структурированными. И это позволит только участие в таких акциях, участие митингов. Чтобы хотя бы уметь построить и что-то сделать. И для этого необходимо для тренировки. Воспринимать, если вы не верите, смысл, хотя вам есть эта раскачка ситуации. Потому что сегодня любые изменения прежде всего придут только через улицу. То есть вы даже в это не верите. Воспринимайте эти акции как полинборг, как учение. чтобы чувствовать свой народ. Знать тем, что вы стоите рядом и пойдем сильно до конца. Уже когда будут свои более серьезные и радикальные события. Да, ну вот следующий приятный вопрос. В чем заключается ваш конфликт с Андреем Савельевым? Вот тут еще откуда у него такая неприязнь к вам где мы все пересекались и ну я воздуху Савельева наш русский на русскую власть. Ну конфликты как такового нет я не могу назвать это конфликтом знаете у нас не очень здоровое общество вообще и политика не исключение у либералов есть город Новогорск у нас есть Савельев я все таки прошу отнесись как-то с пониманием и сочувствием вот к нашей такой Валерии Ильичи такой бородатый и ну немножко хуглый да откуда пошла вот эта вся волна причем волна такая гнусная на самом деле когда ты занимаешься когда мы осознаем специально задачу которую я планирую реализовывать кто-то тяпкает кто-то тратит дни недели чтобы раз в неделю выходил какой-нибудь пасхи вот например Андрей Николаевич он как очень полюбил меня он пишет обо мне статьи и смещает даже ее фотосета после 15 сентября причем свои фотографии ну это уже наверное какая-то это уже какой-то фрейд но тем не менее причем я даже не верю мне говорят это кремлевский провокатор это не кремлевский провокатор это вот человек который всю жизнь перекладывал бумажки который всю жизнь писал тексты для Дмитрия Олеговича и когда он видит что вот есть там вождь лидер который чешет так только по написанному им да то я тоже могу ну и решил себя попробовать в этой роли но не получилось и сейчас к сожалению он пошел по пути сектанства и эпатажа потому что чтобы делать чтобы тебя знали чтобы тебя прислушивались чтобы тебя узнавали надо обладать или харизмой или интеллектом или вот ну чем-то или энергетикой да за которую пойдут а можно и по телу можно бедать голову по улице по улице можно там чем-то чем-то себя обливать сжигать он пошел по пути вот он создал вот такую небольшую секту они ходят на цифру и всем доказывают что это форма вот там советской подлоги ну бог судья но поэтому относитесь с пониманием к этому человеку с пониманием ну и конечно вот аккуратнее я его не явно я его не рассуждаю и значит власти Казахстана недалеко чем вчера с беспокойностью сообщили что поигналы представители радикальных ослабских группировок намеренно совершают легкие преступления с целью попасть за решетку и вести на вербовку и агитацию за решетку ну вполне возможно условия сейчас в тюрьме они во-первых гораздо гораздо лучше чем в тех же аромах а а почва аудитория гораздо благодарна и кстати это это давно уже это тема когда выходить когда они садятся ну вольно-невольно садятся да они там сбивают целый стайд перед которым ведется вот такая пропаганда поэтому когда время заканчивается я буду закругляться еще раз я призываю всех к участию в русской колонии которая будет присутствовать на всех протестных акциях чтобы вы отдавали себе отчет ради чего и для чего это делается те цели которые все это должно быть спасибо я отвечу на вопросы не поступившие они и политического плана и языкового и вот есть ли в русском языке особые коды национальной стойкости есть причем мы ими пользуемся постоянно ежеминутно каждый день сами не замечают что это и есть наша русская стойкость это слова ничего знаете русское ничего уисе ничего я споткнулся о память это завтра все заживет наше русское ничего бисмарк когда был здесь несколько лет посол германии усвоил прекрасно и будучи канцлером утешал себя по-русски ничего бисмарк ничего действительно это формула это формула того что русский человек может в любой момент в любую тяготу махнуть нас рукой не расклеиться не сломаться не растечься мутной жижей в слезах и запрях формула ничего есть еще одна формула которая каждый день мы поддерживаем другу особенно сейчас это слово держись знайте его если мы не можем помочь очень реально или поставить плечом держись главное держись я много раз слышала от вас эти слова держись а что такое держись это значит что мы дошли до какой-то последней черты через которую нельзя переступать нельзя погибнешь и надо держаться за этот последний плачок почвы за этот кусочек матери земли за эту границу чтобы не сломаться не сдаться держись это тоже русский национальный год стойкости и еще есть одно слово которое с малых лет приучает русского человека к самоотдаче и вот этой распахнутости это слово давай посмотрите дай я сделаю я тебе дам давай кушай ребенку и все это любое любой призыв давайте пойдем давайте скинем эту власть это его пример вот и что это давайте давайте удивительная формула самоотдача которой привыкают русский человек с рождения потому что его призывали это делать и это тоже форма русской стойкости и форма русской особости вот что такое наши русские слова которые дают нам направление движения вот здесь спрашивают почему русский это предмолгательное и благодаря этому вот сейчас пишут спекуляции русский мартвин русский 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 что ли на самом деле конечно древности русич русич это из рода русского это формула отчества да а дальше дальше возникла россия и в переборы этому возникло это прилагательное соединение русские люди но слово люди оно редко употребляется что называется редко да мы русские люди мы русичи вот на этом стоит а формулировки русский 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 мартвин на самом деле мне кажется передерган который вносит смуту в нашу голову вот еще вопрос почему так много русского национального движения здесь написано цитирую жидов ну не только жидов существует очень четкие политтехнологии по размыванию национально-саворитного поля они как говорится они у нас изобретены а издавна есть технология вождь экстрасенс уру пожалуйста не только русский у нас тоже есть есть технология генерал-освободитель у нас такие тоже имеются есть это все национально-саворитном поле есть и другие технологии в том числе очень выгодно когда русское движение начинает возглавляться при любви другой национальности и это конечно разрывает ломает информационно национально-свободительное поле и лишает его сплоченности единства так что все это война это война на которой мы естественно встречаем мощное сопротивление определяют русский язык наши отношения с другими народами да да и вот объявления призывов толерантности они совершенно беспочвенны их совершенно по-русски невозможно объяснить потому что в русском языке как и в других языках мира есть система существует обознавании свой чужой чужой это человек оттуда из-за границы иностранец чужий древнее предхождение этого слова наше подсознание это прекрасно знает и никогда чужой своим не будет он может быть другом если он признает формулу русского изменения он будет другом но не больше и вот это очень важно понять систему свой чужой который существует в русском языке в архитектах нашего сознания которое сегодня научно очень широко исследовано глубоко никакой толерантностью преодолеть невозможно и чем сильнее на нас на нашу нацию натиск и на родину тем больше эта система начинает работать и мы с вами это сегодня видим нарастание как срабатывает механизм систему свой чужой здесь меня спрашивают почему я так мало говорю о неоязычестве лидизме и родстве русского языка санскритом ну санскритом это скучно очень разговаривать это слово научная тема а вот язычеству и христианству в моей книге посвящена отдельная глава там показано как на языческое языковое сознание пришло христианское мировоззрение и как они соединились в един сплав русской души и не будем наделять одно и другого и более того когда сегодня в нашем миросозерцании когда сегодня говорят что одно плохое а другое замечательное с двух сторон я призываю вас исследуйте историю исследуйте собственный язык и вы увидите как все тесно спритяно в нашем языке в нашем мировоззрении хотя конечно я православная христианство свои книги называются русскую лень и русскую склонность к анархизму мифами черными мифами о русском народе но разве русский народ разве он не подчинился другим народам да это черный миф который внушает русскому народу причем если вы видите в себе лень или вы видите лень в своем ребенке или в ком-то еще это не значит что весь народ ленив вы посмотрите какой ленивый народ мог построить такое государство какой ленивый народ мог выбрать такие войны верно мы просто по-разному относимся к работе и к труду к творчеству и к рутину это надо понимать и ценить в своем роде мы не китайцы и слава Богу за обсуждается здесь на я вопросе христианства зачем это нужно за тем что русское православное христианство так же чтобы его изнутри в Багарпаде очень выгодно возглавить другим представителям других народов. Это совершенно нормально. Но и удел христианства существовало в первые века после пришествия Христа. Оно существовало как отдельное течение только для евреев и категорически отказывалось принимать себя в гей-народе. Вот пусть так же и продолжает эту линию. Кто был? Ну, пожалуй, все. Я ответила на все вопросы. Я очень вам благодарна за то, что пришли сюда.